Моё выступление, так как оно, ну, в принципе, спасибо, время здесь немножко осталось, хотя я тоже его подожму, оно делится на две неравные части, потому что судебная практика, вот то, что, наверное, можно было назвать гражданской правовой судебной практики, по спорам связанной с лечением онкозаболеваний, это одна часть. А вторая — это уголовная ответственность, которая действительно в последнее время тревожит, это мягко сказано, очень часто парализует медицинское сообщество, которое, ну, соответственно, вот я тоже о ней хочу поговорить, о том, каким образом у нас обстоят дела. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, мы ведём такой рейтинг, он не составлен специально к сегодняшнему мероприятию, это рейтинг рисков медицинской деятельности в зависимости от отрасли. Сегодня мы выделили онкологию, вот ровно неделю назад мы в прошлую пятницу читали тоже, ну, немножко не о том, но для пластических хирургов, которые здесь были, вот на вашем месте, ваши коллеги, которые занимаются этим. Выделяли пластическую хирургию и косметологию для того, чтобы определённые отрасли медицины видели, в какой степени риска они находятся. Онкология, да, стоматология первая, она прям вообще всегда лидирует, и она так, мне кажется, годами всегда это и останется, потому что их много, потому что это финансово ёмко очень, потому что, ну, в общем, их много, и 40% всех претензий, всех споров в судах по меддеятельности, это в любой суд зайдите, вы увидите там гигантское количество споров, связанных с стоматологической медицинской помощью. Родовспоможение акушерства на втором месте, при этом амбулаторная гинекология, в том числе ведение беременности на шестом, онкология находится на четвёртом месте стабильно. Количество обращений к нам по неграмотной, некачественной, несвоевременной онкологической помощи, оно тоже стабильно, я не могу сказать, что оно растёт, но то, что это системное обращение, это совершенно точно так. Я не могу сказать, что онкологическая помощь, ну, пусть пока вот этот слайд повисит, у него есть продолжение, этот слайд из двух частей состоит, я буду так потихонечку про него рассказывать. Значит, вот Татьяна Владимировна говорила про информирование, да, мы говорили про, ну, немножко бегло получилось, может быть, сейчас я тогда чуть более заострю, для чего, когда вот она сказала, что это информированное добровольное согласие и вообще процедура информирования и содержание информирования помогает защитить клинику, это не пустой звук, потому что огромное количество всех споров судебных, всех судебных кейсов, претензий, которые пациенты направляют медицинским организациям, вопросы, с которыми они приходят к адвокатам, будучи пациентами, да, то есть если они хотят получить какую-то правовую поддержку и помощь в претензионной работе или при обращении за судебной защитой или в правоохранительные органы, происходит из непонимания разницы и невозможностью разграничить осложнения и дефекты. Если неблагоприятные последствия наступают, они могут выглядеть, ну, смоделируем, да, они могут выглядеть как угодно, ухудшение состояния здоровья, ухудшение прогноза, гибель пациента, любое ухудшение, любые неблагоприятные последствия, они могут быть обусловлены как дефектами оказания медицинской помощи, так и осложнениями, которые неизбежно или с определенной степенью вероятности могут наступить даже при правильном оказании медицинской помощи. Значимое, не могу сказать огромное, уже меньшее, конечно, нежели в досудебном и вообще в гражданском правом порядке, количество уголовных дел, связанное тоже с невозможностью разграничить осложнение и дефект. И именно в информированном добровольном согласии вы можете перечислить те осложнения, самое главное не увлекаться и не запихивать туда дефекты, потому что вот этот ледокаин я упоминала вначале, сейчас он тоже мне пришел в голову, нельзя сказать, что внутривенное введение 10% ледокаина – это осложнение, правда? Ну это дефект, поэтому как это можно указать в информированном согласии в качестве такового? Это будет впоследствии оценено как недобросовестное действие медицинской организации. Так вот, именно в онкологии невозможно разграничить, я не могу сказать чаще всего невозможно, мне кажется, это вообще невозможно. Я не знаю ни одного судебного кейса, где однозначно эксперты бы высказали, что ухудшение состояния здоровья пациента, прогрессия заболевания, наступление его гибели является следствием дефекта, даже если дефекты медицинской помощи выявлены на всех этапах оказания онкологической помощи, амбулаторном, стационарном, длительном, сколько бы длительной они ни были, неважно. У нас был недавно совершенно спор, о котором Андрей Петрович тоже осведомлен, просто в силу того, что я вот к нему обращалась за получением консультационной помощи, для пациентки, которой на протяжении 4 лет не диагностировалось онкологическое заболевание. Она наблюдалась достаточно интенсивно, как ДМСная пациентка, еще и несколько эпохондрического свойства, то есть она часто приходила к врачу, предъявляла разнообразные жалобы, точнее в какой-то момент уже достаточно однообразные жалобы. И ей ставили диагноз один и тот же гемогеома печени, множественные, и вот они росли, и численные в размерах, и в итоге выяснилось, что это вовсе никакая не гемогеома. Пациентка за свой собственный счет выехала в Швейцарию, получила три курса пепсидно-рецепторной радионуклидной терапии, дорогостоящие для нее, безусловно, как и, наверное, для всех прочих. И было предъявлено исковые требования к четырем ответчикам, последовательно, в том числе самые значимые исковые требования компании МИДСИ, которые ее наблюдали в Москве. И в данном случае эксперты установили дефекты на всех этапах. И, безусловно, пациентка получила компенсацию морального вреда, связанную с тем, что на протяжении длительного времени это привело к настолько тяжелому усугублению заболевания, что ей была диагностирована неоперабельная стадия, первичный очаг опухоли так и не был установлен. Но, тем не менее, экспертная комиссия, две эксперти состоялась по этому делу, не смогли установить причинно-следственную связь. Я не говорю сейчас о ее характере, про характер причинно-следственной связи я попозже скажу. Для гражданского правового спора не важен характер связи. Не смогли установить вообще в принципе причинно-следственную связь между необходимостью приобретения этих дорогостоящих курсов PRRT с дефектами медицинской помощи. Потому что в том случае, если бы у нее было заболевание выявлено своевременно, ей бы точно так же понадобился этапептид-рецептор на радионуклидной терапии. Сейчас у нас, насколько я понимаю, мы сейчас решаем вопросы принятия к производству. Дело, не знаю, судьбу его будет, оно принято или не будет принято. Пациентка с меланомой, которая была в косметологической клинике, ей приоперирована как невус, и выяснилось, что ей было неправильно выполнено еще гистологическое исследование, которое подтвердило доброкачественность новообразования, в то время как оно имело злокачественный характер. Пациентке через три месяца было установлено, диагностировано обширное метастазирование, которое неизвестно было у нее на момент обращения в косметологическую клинику или не было. При принятии любого онкологического кейса, при консультировании любого пациента, который связывает свою проблему именно с несвоевременным, как правило, онкологов упрекают именно в этом. Именно несвоевременным, это прямо самое частое. Я очень сильно подумаю, потому что это до такой степени все в условиях неочевидности. Я уж не говорю про то, что уголовные дела все-таки должны, мне кажется, вас как-то радовать. Уголовных дел мало вообще в онкологии, несмотря на то, что вы в высокой рисковой зоне с точки зрения гражданско-правовых споров, потому что доказать в уголовном деле теперь уже важна прямая причинно-следственная связь, между ее, между дефектами, не между вмешательством, а между дефектами, даже если они будут установлены, и наступлением неблагоприятных последствий в виде, ну если мы говорим про уголовное дело, это тяжкого вреда здоровью или наступления смерти пациента, невозможно. Ни один эксперт, а это люди, я полагаю, что вашей квалификации чуть выше, чуть ниже, у кого вся, ну разная, но это ваши же коллеги, потому что эксперты, они не живут в каком-то хрустальном дворце, они все берутся из клинических, научных, учебных, лечебных центров, хотя, по-моему, клинических, ну да, неважно. Вот, и это люди, которые вам известны во многом, они рассуждают точно так же, они рассуждают так же, как рассуждаете вы. Есть ли хоть какая-то возможность убедительно сказать, что это произошло вследствие этого? Невозможно, потому что особенности онкологических заболеваний, я рассуждаю с нашей точки зрения, еще раз повторюсь, я прошу делать скидку на то, что мы не врачи, да, то есть я смотрю просто, что это наша тема, мы занимаемся ей много лет, вот, но я смотрю с точки зрения правовой квалификации, невозможно это доказать, то есть гражданско-правовые споры, да, возможно, да, возможно признание услуги дефектной, она может быть признана дефектной в силу, действительно, ее несвоевременности, в силу, может быть, неправильно выбранной методики лечения, неправильно выбранного препарата, неправильно выбранного оффлейбл препарата, да, а просто неправильно выбранного, чего угодно, там, отсутствие преемственности, в онкологии это очень частый упрек, да, то есть хорошие стационарные этапы, плохой амбулаторный. Или на амбулаторном этапе чехарда. Особенно это связано с региональными пациентами. Хотя я слышу очень часто, что в Санкт-Петербурге все нормально. И в Санкт-Петербурге мы слышим регулярно пациенты, которые приходят неудовлетворенные. Особенно, кстати, сказать, если такая вообще проблема, может быть, вы ее видите, но я консультирую людей тоже в некотором роде. Это нарушение преемственности между частной и государственной системой. То есть пациент, находясь в частной системе, при том, что у медицинских центров коммерческих тоже онкологическая лицензия, которая, я так понимаю, не очень сложно получить. То есть это те же самые лицензионные требования, которые не мега какие-то, непреодолимы. Пациент находится вне государственной системы при этом. Мы с такими сталкивались. У нас был спор с компанией Медем, еще когда он был Медем, сейчас он тоже стал Медси. Мы заключили очень хорошее, выгодное, на мой взгляд, для лицовой стороны на втором заседании мировое соглашение, когда пациент был прооперирован. Ему был в ходе операции выявлен первичный очаг, который был спокойно совершенно указан в описном эпикризе, и все, и пациент был отпущен просто домой, без всякого дальнейшего врачебного наблюдения, без обеспечения ему какой-то медицинской помощи, без направления его куда бы то ни было, без консультации хотя бы районного онколога. Даже я понимаю, что при великолепной помощи, которая оказана на стационарном этапе, наверное, районный онколог, даже если бы он ее не оказывал, хотя бы наблюдал пациента, и его как-то внедрил в систему государственной медицинской помощи, которая в онкологии все-таки во многом очень завязана с обеспечением лекарственного препарата, с возможностью какой-то палиативной помощи, я понимаю, что районный онколог в данном случае выполняет больше функции администрирования очень часто, нежели лечения пациента. Но вот эта преемственность между частным и государственным звеном, мы ее видим, не знаю, есть ли она в реальности, может быть, нам кажется, эта проблема надуманной, ну или, по крайней мере, вопрос этот надуманным. По поводу тенденции судебной практики, обратите, пожалуйста, внимание, ну вы уже его прочитали, поэтому я, наверное, первый, комментировать особо нет смысла, потому что вы все видите прекрасно, в каком информационном пространстве мы сейчас живем. вот эта вот врачебная травля, которая на протяжении, наверное, лет восьми мы наблюдаем, то есть она не вчера началась и не пару лет назад началась. Я помню прекрасно те времена, когда мы начинали работать, когда это было начало 2000-х годов, когда я сама слышала от коллег ваших же, врачей, потому что я тоже живу в социуме, у меня есть родственники врачи, хорошие друзья нашей семьи врачей, которые говорили, что это невозможно, что медицинское сообщество настолько сильно, и представление интересов пациента, оно невозможно в наших реалиях, потому что корпоративная солидарность настолько велика, что это вообще не прошибить. Потом произошло строго обратное. В конце 2000-х годов ситуация, маятник качнулся совершенно в другую сторону. И несмотря на то, что я работаю много с судебными медицинскими экспертами, я вижу прекрасно, как очень многие выгораживают, причем совершенно откровенно, и я не говорю, что это плохо, потому что я сама работаю со стороны медицинских организаций, и я рада, что они выгораживают. Но, тем не менее, эксперты бывают не объективны, мягко говоря. Неважно, чем это объясняется. Сочувствуем очень часто не столько даже конкретному врачу, сколько к условиям, в которых он работает. Но даже при этом мы прекрасно видим, что тренды, безусловно, стремятся к увеличению этих исков. И это скорее действительно тренд не столько судебный, сколько общественный. Изменился подход к судебной защите. То раньше, если пациенты, сейчас про медиацию, наверное, вообще нет смысла разговаривать. Не потому, что ушел представитель, который мог быть заинтересован в этой медиации. Я не очень верю вообще в медиацию в этой сфере, честно скажу. Но это, так сказать, отдельная тема. Но пациенты любят судиться. Я уж не говорю про профессиональных сутяжников, которые тоже есть, и они тоже к нам иногда ходят, так же, как и к вам они ходят. Это самовоспроизводящаяся такая вот система, потому что пациенты, которые видят, какие суммы присуждают суды, потому что одной из тенденций, которая будет на следующем слайде, я пока не буду с него уходить, потому что хочу второй пункт прокомментировать. Пациенты видят, что тенденция к увеличению удовлетворенных сумм исковых требований, она растет. Безусловно, сейчас законодательство потребителя у нас, судебная практика потребителя, то есть рынок потребителя полностью, то есть у потребителя огромное количество прав, у исполнителя услуги в данном случае вы относитесь именно к ним, тоже, конечно, есть определенное количество прав, и они даже каким-то образом соотносятся с правами потребителя, но тем не менее их существенно меньше, исполнитель, конечно, обязан все. Так вот, при любом попадании в медийное пространство какой-то информации о успешном завершении какого-то судебного спора, в том числе с нашим участием, мы тоже в этом бесконечно участвуем, у нас там СМИ вокруг нас вьются, потому что это интересная тема, люди читают. Вы тоже, наверное, выбирая в интернете, или если кто-то еще пользуется печатными СМИ, прочесть вам какую-то финансовую сводку, или что-то относительно того, что вот врач отрезал не ту ногу, вот мне кажется, что вы выберете больше, наверное, второе, потому что, не потому что там про врачей, вот сейчас попытайтесь очистить себя вот от принадлежности к врачевому сообществу, потому что это интереснее, люди это читают, и у СМИ тоже есть своя задача, им нужно, чтобы это читали, поэтому им интересна эта тема, и тоже к нам обращаются бесконечно, то есть мы комментируем огромное количество чужих историй, мы бесконечно наши куда-то тоже отдаем для того, чтобы они были каким-то образом, ну, ротировались, вот, после того, когда публикуется какая-то информация относительно интересного дела и какого-то успешного его завершения, к нам мы видим просто вал людей, запись, аналогичные случаи при отсутствии оснований для обращения за судебной защитой, при истекших сроках, при полном высосанности из пальца, вообще из всего чего угодно, вот это вот какая-то история, когда пациентка к институту скорой помощи решила предъявить требование через 25 лет после того, когда ей действительно была допущена перфорация легкого, вот она через 25 лет решила обратиться в суд, ну, в общем, мы не берем такие кейсы, могу точно сказать, потому что, ну, во-первых, нам есть чем заниматься, во-вторых, очень сложно объяснить в суду, зачем ты вообще с этим вышел, вот, но тем не менее, эта тенденция есть, и более того, она будет сохраняться, ничего, это не плохо и не хорошо, это, мне кажется, элемент здорового общества, потому что судебная машина для этого и должна работать, да, для разрешения споров, другое дело, что вы должны, работая в этой сфере, должны понимать примерно, как эта судебная машина работает. Значит, что касается перераспределения, бремени и доказывания между участниками процесса, это очень важно, потому что несколько лет назад, вот Татьяна Владимировна на одном из своих слайдов демонстрировала постановление Пленума Верховного Суда от июня 2012 года, вот сейчас ему уже 7 лет исполнилось, примерно года через 2 после его принятия постановление Пленума Верховного Суда не является нормативным актом, это такая форма жизни Верховного Суда, который в своих постановлениях дает нижестоящим судам демонстрирует, каким образом он применяет закон, в данном случае закон о защите прав потребителя, а по отношению к Верховному Суду все суды являются нижестоящими. И несмотря на то, что постановление это появилось, там было много очень интересных новаций, связанных с тем, что, например, МС весь вошел в потребителя, такого раньше не было, появились штрафные санкции, которые стали взыскиваться не в доход бюджета субъекта, а в доход потребителя, вот эти грабительские 50% штрафы, у меня там будет про это слайд, тоже сделаю небольшой акцент на этом, и в том числе изменилось время доказывания между участниками процесса. У нас есть 56-я статья Гражданского процессуального кодекса, всем известно со студенческой скамьи, где сказано, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обосновании своих требований и возражений. Это значит, если я пришла в суд и что-то утверждаю, это значит, я должна это доказать теми процессуальными способами, которые мне предлагает закон. Их немало, но, тем не менее, в их рамках нужно оставаться и, соответственно, если я, ответчик, и возражаю, у меня есть по этому поводу какие-то доводы, я должен предъявлять суду соответствующие доказательства. Таким образом, если я, как истец, говорю, что мне медицинская помощь оказана некачественная, я должна суду это доказать. Доказывается это, конечно, в первую очередь в суде медицинской экспертизы, хотя и другими доказательствами тоже. Это значит, истец должен был ходатайствовать об этом, истец должен был оплачивать, истец должен был беспокоиться о том, чтобы экспертиза такая была в материалах дела. В настоящее время, после того, как Верховный суд разъяснил, что качество должен оказывать исполнитель услуги, Верховный суд ни слова не говорит про медицинские услуги. Верховный суд оперирует понятиями, которые содержатся в законе защитить прав потребителя. Товар, работа, услуга. Вы оказываете услугу, не работу, ну и товар, разумеется, вы тоже не протаете, несмотря на очень интересную дискуссию относительно лекарственных препаратов. Поэтому вы должны доказывать факт оказания ваших услуг качественно. Это значит, что если ответчик приходит в процесс и говорит, что истец обратился, пусть он все доказывает, это значит, что ответчик должен быть очень скоро готов к тому, что будет вынесено судебное решение, в котором будет написано, что он не прав, и он должен пациенту определенное количество денег, потому что компенсация морального вреда и возмещение имущественного вреда возможно у нас исключительно в денежной форме, другого закон не предлагает. Натуральных форм больше нет, хотя раньше они имелись в первоначальных редакциях закона, которые регулировали компенсацию морального вреда. Поэтому в настоящее время поведение ответчика должно быть активным, ответчик должен инициативно ходатайствовать перед судом и проведением судебно-медицинской экспертизы, ответчик должен обязательно демонстрировать, предъявлять суду своевременно надлежащие доказательства своей правоты, а не ждать, когда отсутствие его неправоты предъявит исцовая сторона. То есть в этом плане время доказывания очень сильно сместилось, и ответчик должен об этом, безусловно, знать, вступая на путь, на который он, может быть, недобровольно вступил, это у нас истец, пользуется своим правом ответчиком, он может не участвовать, конечно, в судебном процессе, это его право, но это не поговорка, это, не помню, Рене Декарт, по-моему, говорил кто-то из умных, что тот, кто борется, может проиграть, тот, кто не борется, уже проиграл. Поэтому я считаю, что, конечно, будучи ответчиком в суде, нужно участвовать активно и пользоваться теми процессуальными правами, которых у ответчика огромное количество. Отсюда же тянется и третья тенденция судебной практики – разрешение судами споров при отсутствии заключения судебно-медицинской экспертизы. Это значит, что если ее нет, если ответчик о ней не побеспокоился, а истец не заявлял, суд считает, что ответчик не опроверг доводы истца. Это особенно хорошо видно, например, в ситуациях, когда отсутствуют у медицинской организации медицинские документы или медицинские документы утрачены, или они неполные, или эксперты в таких случаях пишут, что из представленных медицинских документов невозможно установить качество оказанной услуги, невозможно установить вред причиненной здоровью, невозможно установить причинно-следственную связь. Это означает, что вы не доказали. Не ИСТЕС не доказал, а вы не доказали. У нас были интереснейшие споры. За дефицитное время я не буду их освещать очень подробно, но бегло освещу спор с институтом Вредона. Два судебно-медицинская экспертиза свыше года, два стационарных этапа, между ними один амбулаторный. Большое количество медкарт. Вредона были все карты. Приходит экспертиза, Москва делала, указала, что ничего невозможно установить, потому что допущены многочисленные дефекты введения медицинской документации, которые не позволили экспертизу. Испертной комиссии прийти к тем или иным выводам. Экспертиза не ответила ни да, ни нет. Она не сказала, что кто-то не прав, а кто-то прав. Суд взыскал, тяжкий вред здоровью был установлен, компенсация морального вреда в значимой форме была компенсирована. Моральный вред был компенсирован, точнее, и имущественный вред был весь также пациентке возмещен. И еще 50% штраф был взыскан, потому что ответчик не доказал. Была ситуация, совсем такой, практически учебный спор был. Выборгский районный суд рассматривал. Амбулаторная клиника, которая занимается планированием семьи и репродукции, пациенту 28 лет выполнялась амбулаторная процедура взятия мазка из уретры, в ходе которой ему уретру порвали. И, соответственно, пациент менее чем через сутки, в 5 утра, он вышел в туалет, потерял сознание от боли, был госпитализирован в заведенскую больницу, 5 суток там пробыл, потом был длительный этап амбулаторного лечения, потом была пластика уретры в больнице Святого, забыла кого, кто у нас там эндоскопический центр, на чугунной, и Вова его. И дальше примерно год у него ушел на то, чтобы восстановить все свои функции, которые с этим были связаны. В медицинской карте отсутствовало описание манипуляции взятия мазка из уретры. Вы где-нибудь видели в медицинской карте, чтобы эта манипуляция была написана? Мы установили о том, что эта манипуляция была из анализов, которые пришли. Ну то есть вот раз есть анализы, значит они брались. Я представляла из ЦА, я не могу сказать, что я этим не горжусь, мы прекрасно отвели дело, но тем не менее у нас эксперты написали, мы не можем установить, потому что не описана технология взятия мазка. Я понимаю прекрасно доводы ответчика, который в суде совершенно правильно заявлял, там представитель была женщина какая-то, она говорила, что ну вы как себе представляете описание инъекции внутривенной? Ну просто вот как, вот берется, значит обеззараживается, там кожаный покров, под таким-то углом что-то, никто этого не пишет никогда. Но тем не менее эксперты, профессор уролог из Первого медицинского университета, ныне здравствующий, так сказать, написал, что ему это было необходимо для того, чтобы установить, есть дефекты или нет. И суд тоже все взыскал. И еще был замечательный один кейс, где у нас медицинская, это частная компания, пластическая хирургия, дефектная операция, ну как мы утверждали, и там вообще не было карты. Медицинская организация уверяла, что карту украл врач или вообще ее не вел, а врач доказывал, что была карта, но медицинская организация сама ее куда-то делала. И они весь процесс ругались между собой, то есть врач был третьим лицом, причем, вот было очень интересно смотреть, мы судом наблюдали около года. Суд тоже все взыскал, потому что нет медкарты, ты не имеешь возможности себя оправдать. Все дефекты меддокументации, они в настоящий момент не носят характера просто вот на врачебной комиссии или на утренней конференции в клинике разобрать и сказать, ведем карты как надо. Конечно, все так говорят, и все думают, что ведут как надо, а потом, когда какая-то карта начинает иметь какое-то иное значение, да, конечно, на нее смотрят под другим уже углом. Но для судебного спора это имеет принципиальное значение, потому что если вы сами себя этой картой не защищаете, то вы сейчас уже лишены возможности сказать, что истец не доказал, потому что, к сожалению, это уже не истец. Отсутствие информирования как основания для удовлетворения исковых требований. Раньше было очень мало таких споров, когда качество и информирование совпадают, точнее нарушение права на качество и права на информирование совпадают. Таких было много. Большинство споров это, конечно, вследствие несоблюдения права на качество или права на безопасность медицинской услуги. Но само по себе право на информирование, оно крайне редко и само по себе его нарушение является основанием для не только предъявления исковых требований, но еще и взыскания каких-то денежных средств. Поэтому здесь я очень люблю приводить в качестве такого примера, который, мне кажется, хорошо действует на аудиторию всегда. Сейчас поймете, почему. Значит, у нас было когда-то дело с клиникой, которой сейчас мы, наоборот, помогаем, как очень часто у нас коммуникации с клиниками именно так идут. Сначала мы с ними судимся, потом мы с ними дружим. И как и в этом случае произошло. Пациент в 60-х годах родился в Ленинграде с сходящимся косоглазием. Ему в трехгодичном возрасте в педиатрической академии, которая, наверное, тогда как-то по-другому называлась педиатрический институт, оно было устранено. И он много лет жил, в общем-то, с, конечно, особенностями зрения, но, тем не менее, они его не беспокоились совершенно, пока на его пути не встретилась в 99-м году. Это важно, потому что тогда вообще не было никаких требований к информированному согласию. Клиника, которая стала первой в Санкт-Петербурге выполнять лазерную коррекцию зрения. И он туда обратился, ему была выполнена лазерная коррекция зрения, и даже какое-то время его вполне удовлетворял результат. Но через несколько месяцев он обратил внимание на то, что сходящаяся к согласию стала к нему возвращаться. Он обратился снова к вопросу о лояльности пациента, снова в эту клинику. Клиника сказала, хорошо, мы выполним вам операцию по устранению косоглазия. Он лег, все это было за деньги, то есть никто ему ничего бесплатно не предлагал. И ему была выполнена такая операция, и тоже через какое-то время, когда стало возможно оценивать ее результаты, выяснилось, что у него вместо сходящегося косоглазия образовалась расходящаяся косоглазия. То есть немножко, вот всегда одинаковая реакция. Значит, он тоже через какое-то время, да, при этом еще мышца у него начала болеть, то есть у него еще глаз заболел, потому что, ну, натяжение мышцы, как бы, видимо, причиняло ему дискомфорт. Он обратился снова в эту клинику, и они сказали, хорошо. И сделали ему новую операцию по устранению косоглазия, и добились стояния глаз, глазной мышцы прямо, но с одним глазом у него было все в порядке, со вторым у него произошло сужение глазной щели из-за падения глазного яблока, к сожалению, уже безвозвратно, потому что, ну, не знаю, собирался он где-то там лечиться в Германии, сейчас его судьба мне неизвестна, после судебного процесса мы расстались. Было две экспертизы по делу, Бюро судмедэкспертизы делало, и военно-медицинская академия, и обе пришли к выводу о том, что услуги-то все три качественные, что и лазерная коррекция по показаниям, тем более, что лазерная коррекция, она как бы технологичная операция очень, да, то есть там от мануальных навыков врача зависит очень мало. Косоглазие все в пределах каких-то мелких погрешностей, которые относятся к осложнениям как раз и не к дефектам. Учитывая его патологию, которая у него была, и о которой он сообщил врачам, то есть у него в анамнезе все это было написано, то есть клиника грамотно собрала анамнез, он не скрыл ничего, они все это зафиксировали. Суд пришел к выводу, что клиника обязана была учесть возможность наступления таких осложнений и предупредить об этом пациента. Так вот, это был речайший случай, когда у клиники в отсутствии нормативно утвержденного, нормативно вмененной обязанности иметь информированное согласие, оно было. Это было маленькое согласие на формате опять, где было написано, я понимаю, что медицина это неточная наука, я доверяю врачу, я уверена, что вы массу таких согласий видели сами, особенно учитывая то, что это конец 90-х, начало 2000-х годов был. Тогда, когда, еще раз повторюсь, не было не только нормативных утвержденных форм, не было требований даже к письменному согласию, в отличие от письменного отказа. И суд счел, что в том случае, если бы пациент был предупрежден о возможности наступления у него этих осложнений, которые были как раз, согласно экспертизам, предсказуемы, учитывая его патологию органа зрения врожденную, то в таком случае он либо подписал бы, и тогда бы за судебную защиту он, может быть, уже и не обратился, либо ему бы отказали в удовлетворении исковых требований, либо не подписал бы и ходил бы в очках, как многие из нас, в том числе и я. Поэтому это классический спор чисто на информирование при качестве наказанной услуги. И тоже были денежные средства взысканы, потому что право на информацию было, безусловно, в данном случае нарушено, и оно явилось само по себе, вот это нарушение основанием для того, чтобы суд состоялся, был завершен и взыскание наступило. Что касается штрафов, ну здесь вот, наверное, слишком сложно для неюристов, то это вот конструкцию мы выбрали, штраф из нарушения прав потребителя с возможностью снижения. Речь идет все-таки о 50-процентных вот этих штрафах, которые являются приятным бонусом для пациента, потому что это денежные средства, которые раньше взыскивались доход бюджета субъекта. Это штраф в размере 50% от суммы, взысканной в доход потребителя. На самом деле это гигантские суммы, потому что если в пользу потребителя взыскивается, допустим, вот как недавно мы взыскали с военно-медицинской академии 13 миллионов 400 тысяч рублей морального вреда и имущественных, там имущественных 800 тысяч сидело всего лишь, 5 миллионов рублей взыскивается в пользу истца, из них 2,5, не из них, а сверху 2,5 взыскивается просто в качестве штрафа. То есть это очень болезненная сумма для организации. Ну, может быть, для таких, как Академия, может быть, это не очень болезненно, но для небольших медицинских организаций или среднего взвела эта сумма во многом разорительная, и для малышей совсем категорически банкротная. Что касается увеличения сумм взыскания, то могу сказать, что, опять же, несмотря на то, что много лет назад, еще, ну, может быть, лет 10 назад, раздавались среди медицинского сообщества доводы по поводу того, что суды не могут разобраться в медицинских спорах, что это слишком узко, слишком невозможно, слишком специфично. Это не так, потому что это классические потребительские споры, суды всегда в них разбираются, в них не более специфичного чего-то, например, чем по долевому строительству, там точно такая же специфика. Какие-то автомобильные споры, связанные с техническими какими-то несовершенствами автомобиля, как сложного изделия. То есть суд в той мере, в которой суду надо погрузиться, в правовую оценку дать состояние. То, что он не может оценить, он отдает на откуп судебной медицинской экспертизы. И в этом смысле это иллюзия, что медицинские споры супер уникальны, и вообще невозможно суду ничего объяснить. Нам, наоборот, приходится видеть, к сожалению, особенно, когда мы от отцов ходим, ответчики, как они пытаются представить, что это консилиум, то есть перевести судебный процесс, не понимая очень часто процедур судебных, и того вектора, под которым суд смотрит на их доводы, на доводы истца, пытаться объяснить именно с врачебной, какой-то экспертной, научной точки зрения. Суду это чаще всего очень неинтересно. А у медицинской организации складывается впечатление, что суд их не слышит, что суд не понимает, что суд тупой, извините, что суд поверхностный, что суд не хочет услышать доводы разума. Суд по-другому смотрит на дело. Поэтому увеличение суммы взыскания, это выделенная нами тенденция, как раз вследствие того, что это наработанная практика. Закон о защите прав потребителей у нас работает с 1992 года. Это один из самых жестких законов в Европе. Несмотря на то, что нас принято как-то критиковать наше законодательство в сравнении с иными, скажем так, странами, но это несправедливо. Потребительский закон у нас очень хорошо написан. Я вам прям рекомендую его к прочтению, потому что вы сами являетесь потребителями услуг, товаров и работ повседневно. Структуру взыскания по медицинским спорам. Тоже посчитали необходимый такой слайд выделить. В соответствии с нашим законом, который я сейчас так похвалила, на каждые, грубо говоря, 100 тысяч рублей уплаченных можно спокойно взыскать миллион-полтора вот так. То есть из 10% взыскать 100% совершенно возможно. Закон предусматривает возможность взыскания штрафов на штрафы, применение нескольких видов штрафа. Вот этот вот в пункте 7 взыскания штрафа за нарушение прав потребителей, я его уже сказала. Более того, если в предыдущей редакции закон о защите прав потребителей была формулировка «суд может взыскать штраф», то сейчас формулировка «суд взыскивает». Это значит, что если раньше у суда было усмотрение взыскать или нет, и если ответчик понимал, что ему уже не спасти основную сумму взыскания, но если он будет вести себя хорошо, например, признает частично исковые требования, будет, так сказать, хорошо, да, то есть он будет, ну, есть что-то, особенно в уголовных делах это активно используется, потому что действительно нужно вести себя правильно, глумиться над потерпевшими не надо. Это не значит, что нужно вину признавать, нужно просто адекватно себя вести, тем более, что суд готов воспринимать врача всегда как интеллигентное существо. Вот, и, ну, да, я тоже так думаю, ничего такого. Вот, поэтому здесь в данном случае у судов была возможность усмотрения, сейчас у них такой возможности нет, и если суды первой инстанции, например, забывают взыскать штраф, то Гурсуд их быстро поправляет, изменяя судебное решение в этой части. Возмещение судебных расходов, обратите внимание, не покрывается всем этим перечнем, потому что немножко стоит особнячком, основанным не на материальных правах, истца на его процессуальных обязанностях скорее. Поэтому вот пункт 7 образуется путем сложения пунктов с первого по шестое, делением на 50% и взыскание, а вот возмещение судебных расходов, там уже немножко другие правила, но не буду я сейчас про них рассказывать, бог с ними. Значит, про уголовную ответственность. Слайд убираем. Значит, вот этот слайд тоже состоит из двух частей. Не знаю, кого это могло заинтересовать. Вот и следующий. Но я сейчас вернусь. Это, на самом деле, очень редкие статьи, за исключением незаконного осуществления медицинской деятельности, пункта 11. У меня было только одно дело. Это было с 2008 года по 2010. Это было дело по родам на дому. Было у нас такое центроазийская культура Колыбелька, которые принимали на дому роды в воду, и у них там гибли детишки. Вот у меня была, моя была злодейка, у нас было 8 эпизодов, из них 2 тяжких вреда, 6 смертных случаев. Вот это был редкий случай вменения незаконного занятия частной медицинской практикой. Обратите, пожалуйста, внимание на пункты 1, 2 и 6. Не оказание помощи больному классическая медицинская статья, довольно редко применяемая, расследуется органами внутренних дел, в отличие от следственных. Следственному комитету ее не отдали. Это статья со спецсубъектом. То есть там сразу очевидно, что, например, меня как лицо без медицинского образования невозможно привлекать по этой статье, а вас можно. Но наиболее здоровыми статьями, действительно в хорошем смысле, во врачебном смысле, по которым квалифицируется действие или бездействие медицинских работников, является 1 и 2. То есть это 2 часть 109 и 2 часть 118 статьи Уголовного кодекса. Причинение смерти по неосторожности. Есть еще часть третья, там она редко очень применяется, но тоже применяется, это смерть двух и более лиц. И причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обе эти статьи, несмотря на то, что в санкциях обеих статей предусмотрено в том числе лишение свободы, относятся к преступлениям средней степени тяжести, потому что это неосторожная форма вины. Когда я читаю в Фейсбук, особенно кипит весь в иных сетевых источниках, обычно в врачебных группах дискуссий относительно… Если появляется какая-то медийная история, очередное привлечение в врачах уголовной ответственности или попытки привлечения, то, конечно, врачам очень трудно понять. Врачи никогда не упрекают о том, что они убили пациента, потому что их никогда не упрекают в том, что они умышленно что-то совершили. Их упрекают в причинении смерти или причинении тяжкого вреда по неосторожности, вследствие неодлежащей в исполнении лицом своих профессиональных обязанностей. Это не врачебные классические статьи, потому что сюда относятся вообще все. То есть, я не знаю, учителя, водители троллейбусов и прочее. То есть здесь нет никакого отдельного врачебного состава. Но почему я говорю, что это наиболее здоровая квалификация? Потому что по ним есть прекрасная практика. Прекрасная в том смысле, что суды знают, как применять. Есть позиции Верховного суда. Есть по обеим статьям очень четкое указание, что возможность привлечения к уголовной ответственности, и врачей, кстати сказать, в том числе, существует исключительно, если врач, если мы говорим о врачах, нарушил какую-то вмененную законом норму. То есть, если порядки стандарта клинических рекомендаций, которые первый Алексей Николаевич сегодня упомянул, если в них написано что-то конкретное, и врач это не сделал, или написано не делать, а он сделал, вот это образует состав. Все остальное, там, где экспертиза оставляет на усмотрение конкретного эксперта, который включен в состав экспертной комиссии, клинициста, как правило, который включается в состав, они же комиссионные эти экспертизы, если он придерживается такой школы, например, лечения, а вот другой бы врач сделал бы по-другому, то в таком случае эта ответственность уже не образует, и, как правило, следственные органы не в состоянии эту квалификацию осуществить. Этим всем приходится заниматься в суде, потому что суды это как раз очень хорошо понимают. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание на количество этих статей и в первом слайде, и во втором. Кажется ли вам, что врачебных составов мало у нас? Мне кажется, прям вообще очень немало. То есть можно, в принципе, любую ситуацию взять и пытаться применить, если уж очень кому-то хочется, к тому перечню статей, которые предусмотрены Уголовным кодексом. Уголовный кодекс в свое время писался очень хорошо и мудро. Его писала в начале 90-х годов в кафедре уголовного права МГУ, юридического факультета МГУ. Он очень стройный, он очень хороший, он очень ясный для применения всеми, кроме сотрудников Следственного комитета. Я очень надеюсь, что здесь нет сотрудников Следственного комитета, хотя если бы были, может быть, было бы полезно послушать. Если бы вы вчера залезали в интернет, вы не могли не увидеть, прямо молния, новость вообще дня, Следственный комитет опубликовал, наконец-то, формулировки новых статей, которые Следственный комитет мечтает увидеть в Уголовном кодексе. Сегодня утром, новая молния, техническая ошибка, Следственный комитет снес со своего сайта эти формулировки, и было какое-то жалкое объяснение, что это, как мы любим в судах, девочка нажала куда-то не туда, некая условная девочка в Следственном комитете. Лупа, наверное, у них там не сработала, которой они пользуются, как мы знаем. Поэтому мы не знаем, в какой формулировке Следственный комитет хочет что-то внести, но мы знаем, что он хочет внести. Больше всего, конечно, возмущение вызывает попытка криминализировать, некриминализируемое, извините за выражение, это ввести уголовную ответственность из-за сокрытия врачебных ошибок, так называемых, ненадлежащего оказания медицинской помощи, путем внесения модификации в медицинскую документацию, сокрытия медицинской документации. То есть это, конечно, нехорошо. Переписывать медкарту плохо. Мы все это знаем, и никто никогда из нас этого не делал. Но вводить за это уголовную ответственность – это безумие, потому что баланс в обществе преступлений – это самое тяжкое нарушение, которое только может быть. И состав этот, который Следственный комитет пытается пропихнуть, другого слова, продавить более культурный, в уголовный кодекс формальный. То есть предполагается, что уголовная ответственность в данном случае наступает вне зависимости от последствий. Вы просто вырвали лист из медкарты и написали что-то новое, и это было доказано. И вы подлежите уголовной ответственности. Я, кстати, затруднюсь сказать, не помню, какая там санкция у них в фантазиях присутствует, есть ли там вообще связано что-то с лишением свободы, но штрафы есть точно. Ну и судимость, конечно. Так вот, несмотря на то, что Следственный комитет пытается сделать вид, что на протяжении более года с медицинским сообществом обсуждает это внесение изменений в уголовный кодекс, мне, может быть, я не знаю, уместно ли это говорить во врачебной аудитории, но если можно, скажу. Значит, вот какую роль в вашей жизни играет национальная медицинская палата? Вот мне это не совсем ясно. Я не понимаю, для каких целей национальная медицинская палата в лице уважаемых людей, которых вы все знаете, садится за один стол переговоров с людьми, которые пытаются урегулировать вашу деятельность так, как это не нужно делать. Тогда, когда, в случае если, вот я уверена, что этого не произойдет, хотя возможно, что я потом возьму свои слова обратно, но в случае, если инициатива Следственного комитета найдет поддержку в Государственной Думе, а Государственная Дума в данном случае будет всего лишь финализировать очень долгий процесс. Сейчас расскажу, на каких этапах, скорее всего, Следственный комитет столкнется с невозможностью реализации своих инициатив. Так вот, никто из медицинского сообщества не сможет сказать, что он не был достаточно представлен в обсуждении этих формулировок, что его мнение не было учтено, потому что Национальная медицинская палата вместо того, чтобы категорически дистанцироваться любым способом, но если не торпедировать вовсе эти инициативы, но, по крайней мере, ввести очень яркую разъяснительную работу, в том числе протестного характера, возможно, садится и разрабатывает эти нормы, мне это непонятно. Есть еще более грубый пример, который тоже прям просится. Это, конечно, конец 30-х годов, начало 40-х, это деятельность юденратов в Восточной Европе, когда старейшины еврейских общин садились и вырабатывали правила жизни, в которых они теперь будут участвовать, потому что всем казалось, что это к чему-то приведет позитивному. К чему это привело, все прекрасно знают. Я думаю, что, конечно, таких грандиозных последствий не будет, но, тем не менее, это все прям очень похоже, поэтому мне вообще непонятно, Национальная медицинская палата в данном случае, кого представляет, вас или не вас. Значит, инициативы Следственного комитета, я уверена, почти уверена, что не пройдут положительную экспертизу Минюста и не пройдут положительную экспертизу Верховного суда, потому что недостаточно написать норму и внести ее в Госдуму, она должна пройти несколько экспертиз профильных. Минюст идет по пути гуманизации законодательства, это очень видно хорошо. Верховный суд состоит из судей, из юристов высочайшего уровня. Поэтому тот жуткий уровень Следственного комитета вообще и отдельных его представителей в частности, я уверена, что обеспечит надлежащую, конечно, экспертную правовую оценку Верховного суда тех инициатив, которые рано или поздно до него добредут. Поэтому возможно, что что-то произойдет. Я не знаю, мы никто не знаем, куда это вывернется, но то, что Следственный комитет делает глупости и с юридической точки зрения это очевидно, я очень надеюсь, что Верховный суд в данном случае поддержит. Обратите внимание на пункт 6. Вот это последнее, что я хотела бы прокомментировать. Оказание услуг, не соответствующих требования безопасности. Очень опасная статья. Законодатель, когда ее вводил, он не имел в виду медиков вообще. Имелись в виду падающие лифты, имелись в виду выпущенные на трассу пассажирские автобусы с неисправностями. Все, что угодно, но только не медицинские услуги. Услуга медицинская всегда не отвечает требованиям безопасности, потому что она имеет осложнение. То есть это в принципе невозможно применять. Но 238-я статья появилась тоже не вчера. Она тоже появилась в конце 90-х годов. Просто Следственный комитет дочитал до нее в своем самообразовании. Не дошли до двухсотых статей. Дальше, где госизмена и развязывание введения агрессивной войны, это уже не их состав, это уже ФСБ. А вот 238-я есть. Давайте мы попробуем ее применять. И тогда, когда они это начали делать, появились первые приговоры. Сейчас у меня есть в производстве 238-я статья, Васильевостровский суд смотрит. Даже вот сейчас мы в июле будем уже выходить на премии на приговор. Посмотрим, чем кончится. Но не могу скрыть от вас очень, на мой взгляд, радостный факт. В конце мая этого года, то есть буквально несколько недель назад, Верховный суд издал новое постановление Пленума Верховного суда по применению 238-й статьи. И совершенно точно теперь должны развалиться те квалификации, которые либо на этапе вменения, либо на этапе утверждения обвинительного заключения, либо в судах уже сидят. 238-я возможно только, если услуга направлена на сбыт. Это очень важно, потому что это означает, что весь МС сразу из 238-й уходит. Потому что если вы посмотрите устав частной медицинской организации, вы увидите там цель деятельности извлечения прибыли. Если вы возьмете ваш устав, что вы там увидите? Социально значимую функцию обеспечения доступности медицинской помощи. Ну как-то так, да? Значит, цель вашей деятельности не сбыт медицинских услуг. Это слово прямо присутствует в постановлении Пленума Верховного суда. Это значит, что несмотря на то, что у нас по 323-му закону как бы врачам это не нравилось, ваша деятельность – это медицинские услуги, но 238-я возможно к применению только если она направлена на сбыт. То есть если целью является именно извлечение прибыли. Значит, второе и очень важное – это квалификация возможна только при наступлении тяжкого вреда или смерти пациента. Средней тяжести вред здоровью, полное отсутствие последствий, как в первой части, то есть само по себе тоже формальный состав, ну, легкие там и так далее. Это все сразу отваливается. Вот у меня в Василия Островскому то, о чем я упоминала. Это два средних вреда, там четыре эпизода, четверо потерпевших, два средних вреда и два вообще без всякого вреда. Ну, формально первая часть здесь 38-й. Значит, ну, это я уже показывала, это действительно редкие статьи, но формально они тоже, в принципе, к врачам могут быть применимы. Значит, здесь немножечко статистики, которая на самом деле, мне кажется, что должна тоже вас порадовать, как ни странно. Значит, статистика Следственного комитета по медицинским так называемым делам, да, ну, я не вынесла это в заголовок слайда, но имеем в виду их. За 18-й год статистика нам неизвестна. Заявление о совершении преступлений рассмотрено было 6 тысяч с лишним. Возбуждено уголовник дел значимо меньше, чем 2 тысячи. Вынесено обвинительных приговоров. Вот эти вот вопросительные знаки стоят не потому, что мы плохо подготовились и не нашли эту статистику, а потому что нет статистики о вынесенных обвинительных приговорах, потому что этой статистики, ну, может быть, она и ведется, но она в закрытом режиме ведется, потому что обвинительных приговоров крайне мало. Понятно, что оснований для прекращения уголовных дел есть и нереабилитирующие, истечение сроков, примирение с потерпевшими, там, ну, все что угодно, но обвинительных приговоров вот из 6 тысяч, я думаю, что хорошо, если здесь будет 100 или 200, и это прям очень хорошо. Я, конечно, понимаю, что это слабое утешение для лиц, в отношении которых состоялись эти обвинительные приговоры, и не буду скрывать, что врачи тоже совершают преступления. Есть ужасные ситуации, когда врач действительно обязан был сделать, но не сделал, и это привело к фатальным последствиям, и это не относится, не может быть квалифицировано как к гражданско-правовой спору, это безусловное преступление, потому что сказать, что врачи неосторожно ошибаются, всегда, в 100% случаев, я тоже не могу. Есть грубейшие нарушения, которые просто скотски совершенно выглядят, и которые правильно квалифицируются. Другое дело, что будучи неосторожными в преступлении средней степени тяжести, они, конечно, не должны вести к лишению свободы, ну, по крайней мере, к реальному лишению свободы. Значит, вместе с тем, вот я говорила об этом, и коллеги мои тоже говорили по поводу изменения вот этого ландшафта правового, в котором мы работаем, это не потому, вот эти вот 6 тысяч, и вообще вот это увеличение интереса следственных органов и вообще правоохранительных в широком смысле к врачебной деятельности, оно связано не с тем, что кто-то пришел, кто умеет расследовать эти дела, например, центральный аппарат, и вот решил, давайте мы займемся врачебными делами. Это реакция правоохранительных органов и Следственного комитета на возросшее количество жалоб. Пациенты жалуются, пациенты жалуются не только в суды, они жалуются в администрацию президента, кого Алексей Николаевич еще перечислял, да, это, ваш же был слайд, сейчас уже не повод, да куда угодно, то есть, в Лигу наций, да, то есть, ну, куда угодно, можно даже много пожаловаться можно, и самое ужасное заключается в том, что если орган административный получил жалобу не по ИСФО профилю, он обязан направить по подведомственности, то есть, рано или поздно это все придет туда, кто сможет это все рассмотреть. Следственный комитет реагирует таким образом на количество жалоб, это неизбежно, это не потому, что он такой плохой, хотя он, безусловно, плохой, мне вообще кажется, что уровень следственных сотрудников в Санкт-Петербурге чудовищный, самые лучшие исследователи по медицинским делам, которых я видела в своей жизни, они были в Казани, поэтому, кстати сказать, единственная инициатива Следственного комитета, которую я одобряю, это создание, сейчас пока что еще в Центральном аппарате, отдельных групп по расследованию преступлений такого рода, пусть они специализируются тоже, тогда хотя бы с ним можно будет говорить на одном языке. Значит, защиту по уголовным делам с 2017 по 2019 год мы проанализировали за два года. Значит, на стадии доследственной проверки, это только статистика нашего бюро, я прошу вас обратить внимание на самый-самый хвост этой таблицы, на стадии доследственной проверки 23 дела было принято, ну или 23 кейса, это как бы не дела еще как таковые, это просто проверки до возбуждения уголовного дела. Отказано возбуждение уголовных дел 19, возбуждено уголовное дело 4, 23 и 4. На стадии рассмотрения дела было принято 11 дел, из которых, в том числе, вот эти 4, ну то есть пришли 7 свежих, и 4 мы продолжили дела, по которым осуществляли защиту на следствие, соответственно, перешли в суд. Прекращено по различным основаниям 6 дел, возвращено прокурору в порядке 237 АПК, 3 дела, постановлен обвинительный приговор 1, постановлен оправдательный приговор 1. Это, конечно, я должна сказать, я прямо скажу, что это, конечно, во многом высокого, благодаря высокой квалификации наших адвокатов, конечно, так оно и есть, но это еще во многом благодаря крайне низкой квалификации следствия. То есть, в данном случае, это наивно думать, что суды штампуют обвинительные приговоры, это далеко не так. Я работаю в судах, суды действительно пытаются разобраться. Судьи, да, когда ты приходишь к ним, когда ты осуществляешь защиту, первые несколько заседаний, особенно уголовный процесс так устроен, что сначала свои доказательства предъявляет гособвинение, и видно, как вот все сильнее и сильнее, все ярче и ярче это обвинение выглядит, когда исследуются доказательства, допрашиваются свидетели, оглашаются какие-то материалы дела. Но потом суд искренне пытается услышать сторону защиты. Если в защите есть что сказать, суд ее слышит, это совершенно точно. Отсюда вот эти вот три цифры возвращения дела прокурора в порядке 237-й статьи. Это так называемые, как мы их называем, абортированные оправдательные приговоры. Это ситуация, в которых гособвинение великолепно понимает, что оправдательный приговор будет вынесен через 2-3 заседания, потому что осталось премия последнего слова, и суд уходит на приговор, но не может этого себе позволить. И в таком случае выходит с ходатайством о том, что просит возвратить дело в порядке 237-й для устранения неустранимых в ходе судебного следствия противоречий содержащихся в обвинительном заключении, не позволяющих суду постановить никакой приговор ни оправдательный, ни обвинительный. То есть защита не может этому препятствовать, потому что, конечно же, мы хотим услышать оправдательный приговор, но забирайте на здоровье. Последствия на самом деле точно такие же, потому что наступает право на реабилитацию, лицо считается несудимым и имеет право на компенсацию морального вреда и возмещение всех расходов, связанных с незаконным уголовным преследованием. Обвинительный приговор и оправдательный приговор по одному. Поэтому, на самом деле, что я так хочу, ну, это пусть пока слайд повисит, я на самом деле во многом его уже сказала. На пункт 3, обратите, пожалуйста, внимание, в уголовных делах очень важна причина следственной связи, при ее отсутствии уголовного состава просто нет. То есть дефект медицинской помощи, в чем бы он ни выражался, а это, как следует, из пункта 1, должно быть конкретно указано в именительном заключении, суд должен это исследовать, убедиться в этом и вынести это в приговор. Они должны находиться в прямой причинно-следственной связи с наступлением неблагоприятных последствий. Поэтому здесь, ну, пусть пока висит вот этот красивый слайд, я отдельно хочу прокомментировать вот еще какой кусочек по поводу 238, потому что это, на самом деле, нас очень беспокоит, и если это вас не беспокоит, на самом деле это хорошо, это значит, что просто вы с этим не сталкиваетесь, потому что на протяжении очень длительного времени применения в отношении медицинских работников 238 статьи мы видели вопиющую несправедливость, простите за пафос, да, из-за высокие слова, в отношении крайне неграмотного применения. Дело в том, что 238, еще раз повторюсь, она для другого совершенно писалась, она относится к тяжким, она имеет тяжелые достаточно санкции, в том числе лишение свободы до 6 лет, она имеет длительные сроки, давности привлечения к уголовной ответственности. Эту статью нельзя примирить с потерпевшими, то есть бывают ситуации, когда нужно примириться, вместо того, чтобы платить адвокату, нужно заплатить потерпевшему и прекратить дело за примирением сторон. Да, они это не реабилитирующие основания, но ты придешь к тому же самому через год изматывающей войны, потому что я вижу врачей, которые находятся под уголовным преследованием, это не сиюминутная ситуация, они живут под этим гнетом многие месяцы, иногда и годы. Это выматывает, как бы ты ни был 20 раз прав, какой бы оправдательный приговор ты потом не услышал. Я думаю, что никто из них не хочет эти годы прожить точно так же. И торжество справедливости это все здорово, это хорошо для адвоката, ты хорошо поработал, ты услышал то, что ты хотел, даже прекращение по реабилитирующим основаниям это тоже хорошо, но это как бы слабое утешение человеку, который положил несколько лет на то, чтобы свою собственную судьбу таким образом впустить в эту историю. И 238 примирить нельзя, но она действительно была, пока что еще остается, потому что практике еще предстоит поменяться, слишком свежо еще вот это постановление Пленума Верховного Суда, являлось очень часто способом манипулирования следствия со сроками. Все помнят дело Елены Миссюриной, которая чуть больше полтора года назад уже так всколыхнула медицинское сообщество, что довольно эффективно в общем-то сказалось на пока еще не приговоре, но по крайней мере приговоре, который был отменен. Что там было сделано? Я не комментирую существо этого спора, потому что по делу состоялось две судебно-медицинские экспертизы, и эксперты высокого уровня указали на наличие дефектов и наличие прямой связи со смертью, поэтому я не комментирую содержательную часть, права, не права, не знаю. Из экспертизы следует, что не совсем права. Так вот, в отношении нее была возбуждена вторая часть, 109-й, и когда истекли сроки, они возбудили 238-ю, потому что там 6 лет давности, то есть там можно привлекать сколько угодно. Все. В общем, поэтому я очень надеюсь, что гуманизация законодательства и Верховный суд активно идет и демонстрирует нам, так сказать, свою волю, приведет рано или поздно к тому, что вот этот тренд, он качнется в другую сторону. Я могу сказать, что это уже сейчас происходит. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, очевидно, что наша повседневная деятельность пронизана правовыми вопросами, которые, как мы сегодня выяснили, практически везде и всюду имеют какие-то свои серые зоны, черные зоны, полосатые зоны, какие бы то ни было. И вообще, наверное, если говорить о профессионализме в нашей стране, в медицине, то мы очень пестрые все. И весьма трудно, и ориентируясь на какие-то, может быть, источники массовой информации, что-то еще, найти талантливых врачей, замечательные учреждения или не попасть к людям, которые, к сожалению, не обладают должными компетенциями. Наверное, та же история с юристами. Я сегодня говорю о том, что мы обратились в адвокатское бюро Онегина благодарны им за их высокий профессионализм. Но те документы, которые мы оперируем каждый день, тоже пишут юристы и согласовывают их Минюст. И все те письма, приказы, регламентирующие документы, порядки, ведь тоже смотрели юристы. А потом мы сидим, наши же юристы смотрят на это все, у них волосы дыбом, если они еще там остались, и шевелятся. Я к чему это говорю? Давайте взаимодействовать. Очевидно, что на сегодняшний день взаимодействие между нами и юристами должно быть однозначным, в одной плоскости происходить. Мы будем озадачивать их своими вопросами, они будут озадачивать нас своими ответами. И больше никакого взаимодействия с онкологами я вам не желаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok